Да. Для тех, кто меня не знает, я представлюсь. Меня зовут Светличный Александр. Я стажер исследователь. Вы я и РАН. Надеюсь, все-таки меня повысит. И младшим научным сотрудником ФТИ, лаборатория NPM. И область моих научных интересов – это вычислительная физика, реактивистская ядерная физика. То есть именно программное описание процессов столкновения ядер. За помощь при подготовке доклада я благодарю моих коллег по научной группе Романа, Никиту и моего научного коллега Игоря Пшеничного. По любым вопросам, пожеланиям, предложениям и замечаниям можно писать на почту. Она публичная, я ее когда-нибудь разберу. Вот, да. Доклад называл фрагментацию реактивистских ядер центральным периферическим столкновением. То есть мы с вами поговорим на самом деле не про все многообразие столкновений ядер. Потому что там физика настолько богата, что нет специалистов только по столкновению, а специалистов по отдельным кускам столкновения сейчас. Может быть, когда-нибудь научится все понимать. Поэтому я сфокусируюсь конкретно на теме, в которой я занимаюсь фрагментацией. И сегодня в докладе я сделаю краткое ведение в физику фрагментации релятивистских ядер. Почему это важно, еще позже обсудим. Немного поговорим про моделирование столкновений фрагментации ядер. И про результат нашей научной группы. Каждый говорит про то, что мы близко. Я расскажу про некоторые особо яркие результаты научной группы. И про модель, которую мы разрывали, называющийся Abration Ablation of Scarlet for Colliders. Первый раздел – это физика фрагментации релятивистских ядер. Так жалко, что на проекторе не видно всю красивую картинку, которую я поставил на фон. А именно фазовый переход ядерной жидкости с наклонный газ. Особенности столкновения ядер при низких и высоких энергиях. Про мультиформентный распад ядер. И про испарение наклонов ядрами и деление тяжелых ядер. Смотрите, в ядерной материи существует довольно большое количество переводов. Вот эта картинка, которую очень любят показывать все адвокаты эксперимента Элис и проекта Ника в России. Это зависит от плотности или фазовая кривая ядерная материя. Фазовая плоскость. В основном современные эксперименты констанавливаются на изучении фазового перехода вот этого. Ядерная материя, кварглеонная плазма. Переходы, где плавятся адроны, плавятся протоны и нейтроны. Однако, дополнительно, вообще говоря, существует еще несколько фазовых переходов. А именно адронная материя наклонный газ и ядерная жидкость наклонный газ. Про которые мы говорим далее. Ближе к которому я и существую. Соответственно, мы можем видеть, что адроник матер – это вот эта область. И вот эта область – это ядерная жидкость наклонный газ. А? А ядерная материя как? Вот это все. Адроник матер? Адроник матер. Отличие адроник матер – это тем, что у нас в этом супе протоны не расплавились, но у нас уже возникли резонансы внутренней структуры. По аналогии с возбуждением колебательных прощательных степеней свободы молекул. То есть у нас внутренняя структура, у нас мы сможем по энергии залезть внутрь протона. Но опять же я говорю про именно такие переходы более тем медиономические из разряда плавления, кипения и так подобного. Но я ближе к ним про специальности. И, например, это про достаточно известные работы в ядерной физике. Я не знаю, когда я ее читал, мне она очень сильно впечатлила. Именно про фазовый переход в ядерную материю. Написано, была очень классным польским физиком по фамилии Пахадзала. Это физик, это не девушка. Но, тем не менее, они определяли температуру как функцию энергии возбуждения. Вот она температура энергии возбуждения, то есть энергия, которая засунута у нас внутрь ядра. По сути, это аналог подведенного теплоты в обычной термодинамике. Температура определялась на основе двойного отношения выхода из отопа гелия и лития. По сути, из распределения гипса. Выход из отопа пропорциональной энергии. Энергия необходимая для того, чтобы она образовалась пропорциональный заряд. И при температуре 5 МФ, вот мы видим примерно температуру проекта 5 МФ, наблюдается такой очень красивый-красивый фазовый переход. Вначале у нас такой корешок. Корешок соответствует уровень состояния для фермигаза. Кто статы сдал, знает, что фермигаз. Кто статы не помнит, вспоминаю. А фермигазы жидкости. То есть газы сильно взаимодействуют с фермионом. Вот эта вот область, эти примеры 5 МФ, это область фазового перехода. В общем, довольно жесткий, естественно, первого рода. И потом у нас наблюдается температура выше, температура выше. У нас отближется модель фермигаза, то есть когда газ свободных нуклонов. Здесь у нас фермижидкость нуклонов, здесь газ свободных нуклонов. То есть примерно в этой области у нас ядро испарилось. Спасибо Артем. Почему нам важны релятивистские энергии? Столкнение нерелятивистских ядер порядка десятков мемных нуклонов. У нас нуклоны вне зоны перекрытия увлекаются нуклонами другого ядра. То есть у нас происходит такое столкнение с закручиванием. Почему? Потому что у нас энергия внутриядерного движения нуклонов близка к кинетической энергии сталкивающих ядер. Импульс нерелятивистских нуклонов, я говорил. И вот характерное столкновение, вот это моделирование. Вот у нас два столкновения ядра перекрываются, они сливаются в одно. Они закручиваются. Получается вот такая галактика спиральная. Они, к примеру, похожим же механизмам образуются. Но если помните, компаунд ядром из курса общей физики, это вот имена. Столкновение, соответственно, релятивистских ядер более одного гэма на нуклон, потому что там есть еще большая переходная область, где и тот, и тот эффект, и те, и те эффекты важны. Внутриядерным движением нуклонов, вообще говоря, можно пренебречь. Потому что характерный импульс фермы у нас мэллы десятки, где 10-15 мэлл. Ну, естественно, зависит от массы играм. А тут у нас гэвы, кинетическая энергия, они практически не сдвигаются во время столкновения. Нуклоны можно разделить, получается, здесь они не делятся на те, которые про взаимодействие, не про взаимодействие. Все взаимодействуют в одной куче. Они, в зависимости, их можно разделить на патиспанты-спектаторы. Красная зона – это зона патиспантов. Те, которые… Это undergo collisions, то есть они столкнулись и друг на друга наложились. За счет этого они друг с другом столкнулись и так далее. И спектаторы. Соответственно, слово spectator – наблюдатель на английском. Это зоны уклоны, которые находятся вне зоны перекрытия. Эта материя остается сильно холодной, но, тем не менее, она все еще есть. Вот. Вот можно видеть, в желтом здесь выделено спектатор. А вот здесь видно модельное столкновение в модели Глаубера-Монте-Карло. Вид вдоль хипучка, то есть у нас ядра друг на друга налетают из доски в доску. А в красном у нас, получается, наклоны, которые провзаимодействовали в данном событии. То есть они столкнулись. Желтые – наклоны, которые не провзаимодействовали. Столкновение также характеризуется прицельным параметром. Что прицельный параметр? Это расстояние между центрами сталкивательских ядер в традиционном свете буквы B. И, характерно, я везде его измеряю в ферме или в чемпометрах. Но я привык называть их ферме, поэтому... В наиболее цитровых столкновениях у нас B примерно 0 в ферме. Кстати, они почти полностью перекрываются. В наиболее периферических столкновениях у нас B примерно сумма радиусов. Там еще есть вот этот диффузный слой, что называется. То есть такая мягкая граница ядра, которые тоже могут взаимодействовать ядром. Поэтому, на самом деле, там чуть-чуть больше. Соответственно, что? Чем меньше прицельный параметр, такая считалочка, тем больше зона перекрытия, тем больше партисципантов. И события принято классифицировать по центральному в связи с того, что физика столкновения сильно меняется в связи с того, какое центральное столкновение было. Перейдем к спектаторам. То есть я специалист, на самом деле, по спектаторной материи. Ну, надеюсь, буду специалистом, когда я хотя бы кандидатскую защищу. Что у нас нужно сказать? Во время столкновения она оказывается возбужденная. Зона партисципантов, она оказывается сильно разогреет. Эта температура заметно больше 100 МФ. То есть там температура выше фазового перехода ядерной материи, о которой мы говорили про кварталеоноплазма, натуральный газ. Эта температура типа 100 МФ. Кельвины можете пересчитать дома, посмотреть, что горячо. А спектаторная материя оказывается сильно холодной. То есть характерную температуру мы с вами видели, это МЭВЫ. И формирует разогреванный ядерный фрагмент. Что у нас происходит? Вот у нас есть ядро, в котором по уровню раскиданы наклончики. Патиспанты покидают первоначальные ядра, что приводит к образованию дырочных состояний. То есть мы их реально вырываем. Вот у нас образовывается вот здесь дырочное состояние. Ну, как в полупроводниках. Энергия возбуждения фрагмента и, соответственно, дырочное состояние, энергия дырочного состояния переходят в ядро. То есть у вас вот эта система оказывается не в основном состоянии или не основном состоянии, если бы верхний наклон был ниже, а оказывается возбужденным. То есть у нас какая-то дырочка передает свою энергию в ядро. То есть энергиевое возбуждение фрагмента у нас растет с количеством дырочного состояния внезапно. Ну, ожидаемо. Цветное энергиевое возбуждение фрагмента в среднем растет с увеличением количества партисепантов. То есть, опять же, чем периферичнее столкновение, тем более холодные ядра у нас получаются. Ну и давайте посмотрим на центральный столкновитель. Такой происходит взрывной распад. Это реальный эксперимент, это картинка реального эксперимента. Это фотоэмульсия. И про взрывной распад еще фермер говорил, что если бы можно было экспериментировать с нейтронами или протонами энергии около 1000 миллионов вольт, мы должны быть готовы к тому, что столкновение приведет к взрыву всего ядра. В таких событиях происходит абсолютно катастрофическое разрушение ядра. Здесь образовалось 63 фрагмента. 63 заяженных фрагмента вылетелось из этого ядра. Ну, много. Обычно, в лейдерных реакциях, я думаю, вы привыкли, что нейтрончик вылетает или уран поделился. Нет, здесь прямо катастрофическое разрушение, оно фактически перестает существовать в таких процессах. И, к сожалению, эти энергии возбуждения ядер сопоставимы с полной энергией связи ядра. То есть, оно практически не существует как связанных системой. Это называется «loosely bound system». Возможно, взрывной распад ядра на множество фрагментов с инициальным распределением по массе. То есть, таким характерным для нейроновесных процессов. И для описания таких процессов обычно требуется либо какие-то динамические модели, в которых мы моделируем движения нуклонов, отдельные, как там «moly bound dynamic», и тому подобное. Либо модели преодроновесных документаций, такие, например, quantum molecular dynamic QMD, IQMD — это вот это все. Или master clustering, то есть, кластеризация геометрическая, то есть, разделение фрагментов на основе геометрических его характеристик, это переколекционная модель. Такое разделение на графах, на графах. Так, характерная энергия возбуждения порядка семи МФ на нуклон. Полцентральность, как мы видим, когда мы чуть-чуть уменьшаем центральность, то есть, у нас чуть больше растет чуть больше B. На такой же время по реакторам трех семи МФ на нуклон. Происходит, например, фрагментация, то есть, происходит, называется, кипение ядра. Вот, смотрите, у нас такое звездообразное событие, но мы видим, что сильно меньше треков, они сильно уже собраны. Это только характерное отличие. И в таких событиях образуются три или более фрагментов, один из которых промежуточной массы. Да, промежуточная масса определяется по заряду, Z от трех до тридцати. Максимум промежуточной массы, ну, вообще, в принципе, промежуточная масса – это характерный маркер мультифрагментных раскладов, были мультифрагментации. Тридцатка. Тридцатка. Потому что выше уже тяжеленькие, выше уже они очень хорошо начинают описываться вудсаксное распределение, то есть, там, характерных характерных примерно. То есть, это фрагменты, которые уже не легкие ядра, то есть, они уже плохо описываются какими-то чисто квантовыми системами, квантовыми системами, но для них, которых статистика еще… статистический подход плохо применим, как, например, для свинца. Поэтому, там, тридцатка – это, ну, обычно, там, тридцатку могут включать, могут не включать, там, бывает до тридцати пяти, то есть, это вот такой плюс-минус километр, характерное значение тридцати. Вот видно, что, например, здесь видна зависимость, средняя множественность, среднего количества образовавшихся фрагментов проноличной массы в событии, как функция the bound, то есть, заряды связанного в фрагменты, максимум рождение фрагментов проноличной массы в полуцентральных столкновениях, как и ожидалось. И вот видно, что у нас вот такое есть rise and fall, то есть подъемы и опускания, такое характерно-полагаобразное распределение. Это называется rise and fall multi-fragmentation. Это достаточно известное явление, и впервые, когда оно получено, оно вот подсказало нам о наличии фазового перехода ядерной материи, он как раз происходит где-то в районе вот этой области. Здесь не просто редкий, а вот здесь в том активном происходит. То есть такое кипение ядра. В стоп-моделях, которые описывают мультифрагментации таких статистических, предполагается наступление какого-то термодинамического равновесия наклонов. То есть до этого мы говорим, что это сильный неравновесный процесс, жесткая неравновесная термодинамика. Здесь у нас все наши формулы из второго семестра общей физи работают. И здесь мы считаем, что распределение гипса все-таки наступает. И все такое. И вообще, в принципе, это явление достаточно подробно изучалось такими людьми, как Бондар, Игорем Мишустиным, кстати, из AI, Александра Ботвина, он ныне, по-моему, покойный. Нет, я не покойный. Не буду говорить. В общем, я его давно не видел. Александра Ботвина, который ныне и до сих пор здравствует и ныне сотрудник ее Иран. Траутманом, который, собственно, вот эту работу и выпустил. Эффекты описал. Ну и так дальше. Вот ссылки приведены на слайд. В периферических столкновениях у нас совсем маленькие энергоизменения. Это трехмассовый наклон. Эффекта заметно меньше, чем энергосвязи ядра, которая характерна, типа, 8 мм. У нас малое количество патиспантов, небольшие энергии возбуждения для относительно тяжелого ядра. То есть у нас такой совсем тяжелый остаток. Для тяжелых патиспантов возможны различные каналы распада. У нас может испариться наклон. Ну, как обычно, капелька воды в подвешенном воздухе потихоньку испаряется, так и здесь охлаждаясь, так и здесь потихоньку испаряется ядро, охлаждаясь. Ну, или легких ядерных фрагментов, типа, дейтерий может испариться, альпочастица. И второй конкурирующий аспад – это деление. Так у вас ядро возбуждено, оно нестабильно, оно начинает колебаться. В какой-то момент достаточно подавлено, но, тем не менее, может поделиться на два. За это зависит фактор z квадрат и литна, который характеризует вероятность деления. Чем больше заряда ядра, тем легче оно делается. Благодаря наличию кулонского барьера тяжело… Ну, то есть, все помнят пятый семестр, все выводили формулу Егерон Эппелла, надеюсь? Конечно. Да. Все сдавали ГОС и что-то про него даже помнят. У нас сильно подавлено испарение заряженных фрагментов. Учти, что у нас в программе стоит другая. У нас не все, по-моему, заканчивали. Нет, подожди, даже у нас не было. Егерон Эппелла – это задачка из задания пятого семестров. Может, она не растет. А, нет, может, она не забывалась? Ну, испарение и туннелирование под барьером. Да, ну, в общем, там есть барьер, который возникает из-за того, что у вас внутри ядра потенциальная энергия одна, а потом вам на границе нужно сделать непрерывный переход в кулоновское отталкивание. Соответственно, у вас получается очень высокий барьер кулоновский. За счет этого заряженные фрагменты очень редко испаряются, что-то у них очень маленькая вероятность, поменьше вероятность фрагментов. Это характерный пример события с испарением. Вот здесь вот видно один большой фрагмент, чем толще трекер, тем тяжелее остаток. И вот несколько маленьких стречков – это протоны испарились. Характерный пример маркера испарения – это изменение нп-отношений, то есть количество образовавшихся в столкновении нейтронов спектаторных, как образовавшихся протоном. Выход спектаторных нейтронов в периодических событиях – катастрофическое рождение по сравнению с протонами. Графика похожа очень сильно на горячую спичку. Выход заряженных фрагментов подавлен из-за наличия кулоновского барьера. Множественное рождение нейтронов и небольшое количество рождение протонов. То есть у нас очень легко выкинуть нейтрон. Он не заряжен, мы его просто выкидываем из ямы. Протон нужно перекинуть через барьер. Соответственно, мы получаем рост нп-отношения в периферических столкновениях. Вот здесь. Прием к методам моделирования. Нет, он нейтрон пусковый, а протон трудно. Да. Ну, нп. Нейтронов много, протонов мало. А, там типа на выходе, а не осталось. Перейдем к методам моделирования столкновений флэментаций ядер. Опять вы не видите красивую картинку, которую я на фон подобрал. А, тут видно. Да. Это сгенерирование нейросетью. Картина Ван Гога. Апс. 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 И про abrasion-ablation модели, немножко по другим моделям тоже поговорим. Abrasion, то есть стирание, abrasion, абляция, испарение. Первая модель, которая помогает нам описать столкновение, это модель столкновения, собственно, ядер, то есть того, как они взаимодействуют до фрагментации, то есть они именно только перекрываются, только не перекрываются. То есть при данном специальном параметре у нас нуклон B, нуклон, допустим, у нас расположен зелененьким, он выбивается в такую трубку насквозь, потому что у нас достаточно большое сечение взаимодействия, иногда большое. И на трубке зависит от толщины ядра в этом направлении. Мы можем ввести толщину функции, ну просто интеграл по оси z от плотности ядра. Ну как, логично. Вот называется толщина функции. Имеет размер с обратной площадью, то есть получается поверхностная плотность ядра, нормировка на количество наклонов. Дальше. Потом столкновение ядро-ядро A наклонов, налетает на B наклонов при фиксированном параметре. Введем двухчастичную толщинную функцию, которая является сверткой одночастичной. Вот это называется одноядерная толщина функции от двухядерной толщины. Смысл этой функции физически — это найти вероятность найти наклона из обоих ядер в трубке, вот в этой точке S. Нормировка на произведение количества наклонов ядра. Мы заинтегрируем по S, по B точнее получим, мы должны получить A умножить на B. Опять же, если у нас теперь есть вероятность найти наклона из обоих ядер, это стандартное распределение, поэтому мы можем это терапевтизировать как вероятность успеха, вероятность столкнуться. И отсюда можем с помощью модели Глаубера просто вспомнить схему вернули, вычли количество наклонов-пакиспантов, количество бинарных столкновений и так дальше. Хороший обзор по модели Глаубера внизу. Написали Миллер, Райгерс, компания. Вот, действительно, там, я не ввью, не так давно, в 2007 году, достаточно современный. Одна из реализаций модели Глаубера в Монте-Карло-Коде, это так и называется, Глаубер-Монте-Карло. Сомнение ядер в модели Глаубера можно смоделировать на основе Монте-Карло-самплирования, дискретного распределения центров наклонов, ядерок и столкновений наклонов в соответствии с течением наклонов-наклонов взаимодействия. Смотрите, вот здесь у нас же не какая-то абстрактная квантовая ядро, а конкретная реализация наклонов. Конкретная реализация положения наклонов. Вот эта картинка, собственно, из Глаубера в Монте-Карло. Вот. То есть мы один раз засамплировали в одном событии положение наклонов, потом мы считаем, что столкновение в какой-то момент начинает происходить и считаем, какие наклоны столкнулись. Бесплатно мы получаем флуктуации, потому что по событиям мы можем моделировать и смотреть при одном там же B флуктуации, чего мы не могли получить в просто аналитическом подходе. Наиболее известной реализации, да, это Глаубер МС. Здесь учитывать реалистичное распределение наклонов в ядрах и запрет Паули. То есть наклоны, несмотря на то, что это так, помните, что это 3D-картинка, они не могут пойти ближе, чем на характерный радиус наклона. Иногда бывает еще мягкий вариант запрета Паули, когда вы с некоторой вероятностью браковываете наклон, который подошел ближе, чем на R, ну, засамплировался, и просто пересамплировать его снова. И столкновение между двумя наклонами происходит, если расстояние между центрами наклонов не превышает вот такую величину, корень сигма нн на пи. Это, по сути, эффективный радиус взаимодействия. Видно, что наклоны и партиспанты так красненькие, наклоны желтые, и вот хорошо видно разделение наклоны и партиспантов и спектаторов. Эта реализация была сделана в основном Константином Лазитисом и Давидом Д. Интерией. Откуда они там? Лазитис сейчас в Церне работает, Интерия уже не помню, где. Вот, последняя статья у них по этому поводу вышла в 2016 году, тоже можно почитать, если есть интерес. Другой подход к моделированию. Это Reduced Thickness Event-by-Eventing Topology Model или Trends. Это совсем современная модель. Если Глаубер Монте-Карло был сделан в 2010-х годах и сейчас получает обновление, то Trends была придумана в 2015. Первая статья по ней пока единственная. Она использует те же предположения, что модель Глаубера, в морозе с инстуклоном и всего из этого. Однако вводится некоторая функция, которая преобразует, они называют это двуноядерно-толщинной функцией, функцией выделения энцентропии. В модели Глаубера она вот так выглядит, квадратичный член, все такое. Глаубер Монте-Карло – это ваша двухъядерно-толщинная функция. Трента, они говорят, это все не так, там все есть какие-то shadowing эффекты, остановки и так дальше. Поэтому мы выберем эту функцию F, которую мы потом интерпретируем как двухъядерно-толщинную функцию, как P-взвешенная средняя. И различные F, конечно, интерполируют разные механизмы выделения энцентропии, разные механизмы взаимодействия с учетом остановки наклона в процессе взаимодействия и тому подобное. То есть мы используем F как некоторый кофит-параметр к нашей жизни. Второе отличие, у них есть как раз столкновение происходит не по расстоянию между наклонами, а более мягко, у них есть протонные толщинные функции. И, соответственно, у вас на основе модели Глауберфа моделируется в том числе и протонно-протонное столкновение. Дополнительно является гамма-распределенный вес столкновения. То есть с каким весом это ваше столкновение пойдет в итоговую сумму столкновений. Оно расстраивается инструментальным данным, это позволяет нам учесть дополнительные стопластические взаимодействия. Например, у вас там какая-то stopping power, остановка наклона пристала слишком активно в этом событии, и вот за это дополнительно будет учесть. Вот это три разных зоны перекрытия в этот тренд. Вот это P-1. При P-1 как это среднее будет выглядеть? У него есть название математическое? Среднегармоническое. Среднегармоническое. При P-0? Та же написано. Геометрическое. Геометрическое. При P-1, соответственно, у вас будет алгоритметическое. Вот это ближе всего к Глауберу Монте-Карло. Но видно, что даже форма перекрытия у вас P сильно меняется. Здесь мы можем видеть, как толщина, то есть вот эта функция зависит от x-а координаты вдоль. Вот видно, что она сильно зависит от того, как у нас мы считаем это. Собственно, они заявляют это P как некоторый fit-параметр к нашей реальной жизни. И реально получается значение типа P-0. Другой подход к квантомолекулярной динамике – это квантомолекулярная динамика. Что такое квантомолекулярная динамика? Квантомолекулярная динамика, когда мы берем для каждого наклона отдельно решаем уравнение Дирака. Ну или, если вы не помните, что уровень Дирака – это релятивистский аналог уровня Шрёдингера. Если вы не помните, что уровень Шрёдингера – жаль. Но это квантовый аналог второго закона Ньютона. Если вы помните, что такое второе закона Ньютона, жаль. На такой уровень дальше уже не мы. Соответственно, у нас есть много моделей. Есть изосклиновая, японская, ядерная, ортодрелятивистская, партонодронная. Их там огромное количество. Каждый клепает свою, потому что подход понятный, подход достаточно легко программируется и так далее. Плюс этого – здесь нет необходимости разделять спектатора и патиспанта для вычисления префрагментов. То есть мы не должны явно делать предположение, что кто патиспектатор, кто патиспанта. Но нам нужно использовать… Посмотрите, вот здесь у нас просто какие-то молекулы, и мы должны понять, что вот это у нас собрало фидро. То есть мы должны вести дополнительно алгоритм пластеризации – FASACA, MST, MST – это минимум спеннинг-3. А это символичный нилл. Все должны были услышать знакомые слова и обрадоваться. Применяется после завершения кем-дивалиста. То есть мы какое-то время считаем эволюцию, останавливаем ее, что тоже отдельный параметр. И уже применяем алгоритмы для того, чтобы узнать, а вот это ли у нас фрагмент или он на самом деле два различных. Существует огромная проблема спонтанной эмиссии нуклонов из начальных ядер, говоря тому, что вообще говоря, если вы помните пятый семестр, я уже не надеюсь, но допустим, что для фермионов у вас волновые функции должны быть антисимметричны. Такой здоровый детерминат есть. То есть они по перестановкам двух частиц должны быть антисимметричны. Для того, чтобы они сделать антисимметричными, вообще говоря, есть специальная процедура антисимметризации. Она офигенно вычислительно дорогая. Поэтому у нас есть ферминое распределение, которое было изначально, и оно потихоньку эволюционирует к бойцам, потому что мы эту антисимметричную не производим. В случае с квантовой бойцам. Максов, точнее. Ну, бойцам и максов – одно и то же. И получается, что у нас возникают наклоны с большой кинетической энергией, и они просто вылетают нафиг из ядра. Вот последняя работа по этому поводу. Агава – это GQMD. 18-го года моделька Ахелин Бартковская. И компания 20-го года работы – это PHQMD. Соответственно, нужно как-то… Здесь очень много дополнительных предположений нужно сделать, как, собственно, и в abrasion-volution моделях. Другая сторона – это подход, основанный на разделении партиспантов и спектаторов. А именно у нас есть abrasion-volution модели, каскадные модели. И вот они все-все-все очень сильно называются. Стандартная пробла, которая древняя-древняя-древняя. AMTC, которую я разрабатываю. DCMSMM, которую 30 лет уже в Дубне разрабатывают. Там написано на древнющем фортране. LAKUGSMSMM, которые разрабатывали 30 лет назад в Швеции и так дальше. Вот. Взаимодействующие у нас раненые наклоны и спектаторы здесь разделяются. Теперь спектаторные наклоны предлагаются находящиеся внутри префрагмента. То есть у нас формируется какой-то возбужденный префрагмент, возбужденное ядро. Но мы вычисляем его энергию возбуждения. Для этого есть дополнительные модели. И в зависимости от массы энергии ядер, воспреждения используются различные модели распада ядер. У нас есть фрагмент, который должен распасться. Сильно возбужденное кривое ядро, которое должно распасться. Вот в этом отличают классы. То есть они идут от наклонов, а здесь идут от яиц. От яиц до яблок или от яблок и яиц. Все в духе римский. В том числе, несмотря на то, что Abrasion Ablation модели, они были более ранними в плане создания их сделали раньше. Но они до сих пор развиваются, создаются новые. Несмотря на то, что есть QMD, тот же подход. Работа R3B Collaboration 2016 года. Катаржина Мазурик и сделала модель свою в 2018 году. Ну и вот работа, которую мы достаточно давно выпустили. В 2020 году. Много-много-много других статей. А как же оценить энерговозбуждение? Есть много подходов. Вот основные из них. Это, исходя из геометрии перфагмента, у нас получается такой аккуратный срез. И мы трактуем ядро, как некоторую такую капельку. То же самое натяжение. У нас есть избыток поверхностной энергии. И дополнительные эмпирические слагаемые. Скорее, в частичной дырочной модели. То, что я вам говорил. Нуклоны создают вакансии. И потом они, формализуясь, передают свою энергию. Какие-то создания эмпирических корреляций между энергией в разрушительном уклоне относительно массы эксперимента. Чем, например, занималась коллаборация L1. Вот. И здесь мы можем... Она особенно для того, чтобы описывать экспериментальные данные. Причем, конкретно эксперимента. Вот. Или, например, вот в седьмой работе. Надо, кстати, вам ее докинуть будет. Я что-то забыл. Исходя из лучших согласий экспериментальных данных, когда мы просто распределение получаем из... Ну, не какие-то экспериментальные данные, а из определенного образования восстановления... Аналог-пропагаишн ошибок в нейросетях. Подобная же процедура использовалась для распределения энергии в возбуждение. Вот. К счастью, такая работа одна. И вот видно, что она совпадает неплохо с экспериментальной параметризацией в ваборации в один. Ну, действительно, на тех же самых данных проводилась. Другие возможности для моделирования. Это подход на основе квантового уровня Больцмана. Уравнение Больцмана в веке. Но разработан для описания систем с релитивистскими энергиями. В релитивистских энергиях довольно фигово работает подход. Однако хорошо описывает сечение эффектных реакций, но для фрагментации в основном качественные результаты. Другой подход — это на основе такой чест-тру в квантовой механике. Hartree-Fock-Боголюбов метод — это приближение математическое для решения уравнения дирака для большого количества частиц. Это релитивистский инвариантный подход. Здесь, возможно, четверть форму квантовой механтов. Он идейно близок к UND подходу. Однако если там мы просто имели хотя бы отдельный фон, который мы трекаем, здесь у нас просто есть эволюция волновой функции как таковой. Долгая. Потом из нее мы как-то должны нарезать фрагменты. Но, однако, эти оба подхода очень сильно требуют к эффективным ресурсам. Что здесь, что здесь — нужно решать большое количество с хорошей точностью и часто уравнение в частных производах. До этого нам нужно было не сильно их часто решать, а здесь нужно много. Но вот пример работ, которые были применены по этому поводу. Немножко теперь про модель, который я разворотчиком проявляюсь. Именно обращенно облаченную катаруку коллайдерс. По крайней мере, про некоторые особенности. Про местокластеризацию, которую мы используем. Про результаты, которые мы получили с помощью MCC на момент создания этих слайдов, то есть на момент прошлой весны. На самом деле их немножко уже больше. Вот здесь вот у нас даже логотип есть. Но, опять же, из этого проекта вообще книги. И там какая опять красивая картинка нахуй? Да. Это Нострадамус. Заработать, собственно, эти консоли. Обращаем дальше на караффе коллайдерс. У нас дополнение модели с помощью модели Глобера-Монте-Карло. Пока что. Потом мы сможем разными способами моделировать. Про Таранто я не просто так говорил. Энергия возбуждения состоится неким гибридным образом. При относительном размере перфрагмента больше 0,9. То есть, когда у нас примерно 10% подкаконов было удалено. Используется частичная дырочная модель. При относительном размере перфрагмента меньше 0,9. Согласно параболической параметризации, вот она видна вот. Используя модель распада, это неравновесный распад на основе геометрической фрагментации, такой перколлекционной фрагментации на основе МСТ-кластеризации. Машин лидеры должны были уйти в чат. Статистическая модель мультифрагментации. Из джанкт версии 14. Диспорительная модель WhiteScope. Из джанкт версии 14. Обе модели мы допиливали, потому что они были с багами. Но изначально код был взят оттуда. Деление из джанкт версии 14 с дополнительно реализованным подавлением. Которое связано с тем, что деление — это медленный процесс. Ну и фермерский распад, то есть взрывной распад маленьких систем. И джанк версии 9.2, потому что в последующих джанках они его исполняют. Это вот работа, естественно, у Банскарла и так далее. Начнем с первой настрой фрагментации. Что у нас есть? Вершина глагола наклона, висарь ребра, декарта расстояния между ними. Кто помнит? Кстати, да, интерактив. Кто помнит, что такое мастер-кластерин? Минимал спайник 3-кластерин. С данными никто не работал, да? Ну, это такая данная мастеризация достаточно, тем не менее рабочая. Соответственно, из глагола графа мы делаем минимальное основное дерево. Дерево с минимальной суммой весов. Удаляются все ребра с весом больше, чем D. Некоторые параметры кластеризации зависят от энергии возбуждения. Вот этот момент. Все длины ребра удаляются. И компонент связанности графа представляется в отдельный фрагмент. Вот видно, что у нас. Например, первый фрагмент. Он разделяется на один здоровый остаток. И вот несколько отдельных фрагментов. Они делены собой гимметрически. Что за драма? Это наклоны. В вершинке наклоны расстояние декартового расстояния. А связи? Связи графа. Он изначально у нас полный. Потом мы выделяем из него минимальное основное дерево. Это алгоритм кластеризации. А потом связи некоторые рвем между теми кластерами. Между теми наклонами, которые очень далеко друг от друга. Это далеко. Это зависит от энергии возбуждения. Это какой-то параметр модели. А у нас и как можно? Да, да, да. Обычные. У нас же и у 4-5. Потому что мы не знаем ничего про импульсы. Потому что в модели Glauber импульсы тривиальны. Они все вдоль одной оси. Поэтому у тебя это вырождается в трехмерную сдачу. По-хорошему, да. Конечно же, там кластеризация происходит в фазовом пространстве. А интервал считается не совсем правильным. Вот пример работы. Разные цвета, разные кластеры. Раз кластер. Два кластер. Три. И свободные импульсы. Вот еще. Или три. Это 3D-картинка. Это все 3D-картинка. Получается, что у нас префрагменты разделяются на нескольких префрагментов. И теряя связанность, до установления термогеновического равновесия. В такой модели нам приходится учитывать расширение префрагмента. То, что у нас это горячий газ, он расширяется. Случение объема у нас. Физического объема. Среднее расстояние между миклонами увеличивается. Соответственно, D уменьшается. И характерно зависит от плотности, как степень 1,3. Проэнтеризация плотности в форме степенной функции, которая сходится с периментальными данными. Но данные видно, что фит классный, сходится. Если что, это данные для разных экспериментов, наложенных на одну картинку. На самом деле, вот здесь есть косяк. Потому что здесь не очень хорошо со статистикой была. И они говорили, по крайней мере, в этой работе, что в области больше, чем 4 вау на углу, но у них это довольно большая систематика. Поэтому плотность была у них только вот эти точки. А Viola они усредняли по разным ядрам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Как-то мало. Ну, извините. Какая работа. Вот. Здесь было усреднение. Вот эта точка выпадает, да, но она выпадает, на самом деле, меньше, чем на ошибку. Поэтому пойдет. Для параметризации пойдет. То есть еще нужно статистичность добавить и так дальше. Получается вот такая параметризация с такими параметрами, которые мы просто… Ну, это эти параметры. Внезапно. Только не для данных, а для другой задачи. Как результат, мы сильно прикольнее описали, например, выходы нуклонов в центральных событиях, например, на MF49. Вот. Она нам дает дополнительные свободные нуклоны. В цементе MF49 на 16 нуклонах примерно половина дейтона на события в среднем. Это среднее количество. В MTC без нервного распада у нас пять нуклонов, два дейтона, два тритона, одна альфа частица и так дальше. Что на самом деле нехорошо, потому что в нервных событиях ожидается взрывной распады. С учетом нервного распада у нас 20 нуклонов, один дейтрон. Ну и на самом деле расхождение может считать просто с эффективностью регистрации, потому что там регистрация не единичка. То есть мы не со стопроцентной вероятностью регистрируем фрагментов, а чуть меньше, и мы, получается, если умножить на регистрацию, получается на 16-19, вместо половинки типа 0.9. Поэтому, в целом, мы, получается, хорошо описываем данные эксперимента NSF9 в церне. Выход нуклонов теперь во всем диапазоне. Смотрите. Да, потому что здесь оно вот так пошло, а здесь хоть ближе. Сейчас я скажу, в чем проблема здесь. Здесь, на самом деле, это не выпущенная данная Алиса. Почему? Потому что здесь проблема с поправкой на acceptance. Они не очень хороши в байсовской статистике, и они эти средние поправили просто до множества. Я абсолютно просто не знаю, что это правда. Здесь вот еще есть зеленая кривая, которая не видно из-за проектора. Я про нее два раза сказал, что вот, вот она здесь. Я провожу, что вот ее максимум. Я просто думал, что ты очень нерякшен. Вот у нее максимум, вот расхождение такое. Здесь, кстати, проблема еще есть с солистскими данными. В нашем моделле тоже есть вопросы, что есть согласие не идеальное. Steel, потому что under construction, мы еще не релиз не делали. Вот. Видно, что MST-class сильно улучшает описание данных коллабораций. Другое исследование, которое можно описать, это влияние деформации на ядерную скитаторную материю. Если у нас ядро не сферическое, а, например, BNT, похожее на яйцо как ядро урана, то у нас может быть несколько типов столкновений. Это... Так, что написали? Я просто не вижу, кто у тебя есть. У вас камера смотрит куда-то не туда, точно не на докладчика. Так лучше. Все. Могут быть разные типы столкновений. Соответственно, body-body, боками. Тип-body, нос в бок. Тип-тип, остриями, как на пасху мы яйцами бьемся, вот так же. Side-side, когда мы крест-накрест сталкиваемся. Геометрия. Видно, что у нас... Здесь мы взяли тип-body столкновения. Вот эти вот. Видно, что у нас количество наклонов на одной стороне, на другой стороне сильно отличается. Вот это расчет, гистограммка, а это y равно x. Видно, что у нас с одной стороны больше. Ну, как оказалось. Геометрия side-side, side-side, тибайс, основные производства образования не есть. Тут фрагментов. То есть у нас отсюда оторвался, отсюда отсюда, отсюда оторвался. Мст-кластерик нам позволяет это разделить. Это, вообще говоря, раньше не учитывалось, а при этом столкновения урана изучались. А сейчас в МТЦ можно определять такие фрагменты посредством алгоритма Мст-кластерин. Вот видно, что вот они есть. Пример второй — это мы смотрим на асимметрию. Асимметрия — это разница наклонов, количество наклонов на одной стороне, на другой стороне. То есть от одного ядра от другого ядра на x. Видно, что в тип-байде столкновениях – объем картинка красиво рассматривает. Столкновения объема аспектатор материи изначально асимметричен. Вот. Видно, что он потенцилируется в асимметрии свободных нитконов. Видно, что он сильно асимметричный. Мы для этого увидели. И вот оно у нас тоже, оказывается, двугорбое распределение. Событие с большой асимметрией является тип-байде столкновением. Видно, что, ну, лог-шкала, если что, они почти наверняка тип-байде в большую вероятность. Тип-тиф-бадди-бадди столкновения в столкновении по симметрии шире, видно, что оно шире, чем сайт-сайт, которая узненькая. Из-за просто меньшего объема спектральной материи. У нас больше фруктуации, становится больше симметрии. И в тип-бадди столкновениях видно, что оно такое двумодульное. И использование симметрии вперед-назад позволит определить, какие тип-бадди столкновения в столкновении отделить. С другими ориентациями. Потому что, например, нам это интересно изучать в принципе само по себе, потому что разные формы горячей части будут. Но это на самом деле интересно тоже с точки зрения, чтобы делать такой инжиниринг формы горячей части на лету. То есть по анализу одних данных выбирать события. Другой пример – это влияние нейтронного слоя на спектральную материю. В ядре свинца периферия обогащена нейтроном, просто у нас нейтронов больше, чем протонов в нем. За счет этого, получается, у вас на периферию выходят нейтроны, потому что они занимают какую-то фиксированную сферу одного радиуса, а потом другого. Ну, они фирменные, они не могут друг друга пролезть, поэтому у них разного размера сфера будет. У нас, получается, в центральной слои нейтронный слой срезается, то есть у нас остается такой тоненький нейтронный слой в виде спектаторов. В спектаторной материи образуется избыток нейтронов. Избыток нейтронов приходит к выходу роста спектаторных нейтронов. Вот, видно, что с и без нейтронских различия. Еще оказывается более заметен в событиях с фиксированным числом спектаторных протонов. То есть мы фиксируем число спектаторных протонов и смотрим на события с различным числом спектаторных нейтронов. Смотрим распределение нейтронов при условии того, что у нас либо 0, либо 1, либо 2 спектаторных протонов. Вот, видно, это вот такие срезки получаются. Основные результаты, которые были сделаны в нашей модели, это реализованные модели при провесной кластеризации. Мы улучшили согласие с нейтронами, что, казалось бы, до одной из целей было. Улучшено описание выхода нейтронов в зависимости от специального параметра. Показано учение выхода специальных нейтронов благодаря наличию поверхности нейтронового слоя. И деформация урана определяет себя в осимметрильную форму от 5 назад столкновение с определенными начальными реакциями идеальными. Спасибо за внимание. И вот идет художник, она может фрагментацию. А я проиграл по смысл своей работы по смыслованию фрагментации? Нет. По смысл моей работы — изучение физики фрагментации. Дальше посмотрим. Нет, это работа. Эта работа? Нет, ну, в смысле, я просто рассказал про модель. Я здесь не говорил про свою текущую работу. В данный момент, например, если по работе я занимаюсь… Нет, я по этой модели. По работе как… Ну, я и создаю как метод изучения чего-то. Вот. Я хочу иметь инструмент, который у меня классно согласуется с фрагментальными данными. Вот. И дальше с помощью него изучать физику. Взять какие-то предсказания, там, давать экспериментаторам, чтобы они это все считали. Вот. Если в таком смысле, то да, в том числе и описание экспертальных данных в широком диапазоне. Прикол в том, что особо никто это пока не делает. Я не особо знаю модели, которые хорошо описывают с фрагментальными данными по спектаторам. По горячей части есть. Но они спектаторы вообще игнорируют. Вот. Если говорить именно про работу мою как таковую, то там я много чем занимаюсь. Сейчас мне надо альфа-классным состоянием. Вот. Вопросы? Да. Больше там это зафайт. Да, сильно раньше после моего экрана, где видно, что один и рядом с другой. Да. Одно ядро и другое ядро. Ну, если их называть пучком-наклоном, то это ядро. Это ядро. Это, значит, ядро. Это прям ядро. Вот они кружками выделены. Вот их перекрытие есть. Видно, кстати, что зона перекрытия очень сильная. Не соответствует тому, что вот ожидается при пересечении двух кругов только куча чечевицы. А наклоны есть? Ну, это конкретная реализация. То есть, если говорить про философскую историю, то у нас в момент столкновения, типа, волновая функция коллапсируется, потому что у нас здесь взаимодействие, и наклоны принимают конкретное положение. Вот. Ну, это, по сути, имитация коллапса волновой функции, которую мы называем методом Монте-Карло. Что, вопрос коллега? Какой теорий под этим сделать? Можно? Вот у Матери Глауга. Я, опять же, не стал ее изливать полностью, потому что на нее реально пара нужно. Есть, но это, скажем так, более редкие работы. Опять же, залезь в статью. Там как раз хорошо описано все то, что делалось аналитически. У нас пока компов не было, пока не было мощного Монте-Карло, у нас народ аналитически сидел. Я просто привык к тому, что эксперимент, он как-то, как-то, как-то согласен. А, в этом смысле? А тут, ну, ты не сдавал никакого теорического вывода, поэтому, типа, теория эксперимента... Не-не, вот здесь я просто, опять же, сознательно напустил, потому что зачем тратить, ну, сильно много времени этому делять. Заклад немножко не про это, а скорее про методы этого. Да, модель Глауга, вообще, у нее одно из предсказаний – это сечение взаимодействия ядер, вероятное взаимодействие ядер, и сечение очень круто согласуется с экспериментом. То есть для разных ядер, для разных мишеней, ну, в зависимости от А, от профилей... Модель Глауга для высоких энергий пока единственное, что хорошо работает. Вот. Нет, есть другие, но они с сечениями промахиваются. Глауга – это, де-факто, стендап, для использования сейчас. Опять же, тот же самый бренд, который типа State of the Art сейчас, он тоже глауберовский, на самом деле, тоже глауберовское моделирование. Просто здесь-то одна реализация, здесь-то другая реализация, они вот толщину функций перепридемали. Вот. Вопросы? Вот, по поводу того, как стилы обратно, который тем более нормальный. Так. Ты назвала это асимметрично? Асимметр... Нет, это вот эта величина, это называется асимметрия. А. Окей. Вот. Вот. Нет, он симметричный, но величина – сама асимметрия. Я его назвал другого рода. А столкновения сами там асимметричны. То есть столкновения… Вот эта графика тип-бади столкновений – это вот такие столкновения, они очевидно симметричны. Потому что ты в яйцо вот так вот врезаешься другим яйцом. Хотя мне больше нравятся аналоги с чечевицей. Потому что чечевица – чечевица. Вот. Коллеги, вопросы? Для разных величин бывает. То есть это разница величин в двух местах на их сумму. Удвоенно относительно изменения. Удвоенно относительно разницы. Она называется симметрия. А вот в каком плане? А ключ, а ключ, а ключ, а B? Мы их посчитали справа, посчитали слева. Свободных, естественно. Ну у нас два ядра, одно на другое налетает. Одно мы называем правым, другое – левым. А, вот какие там… Вот какие вот здесь образовали, какие здесь образовали. Вот. То есть представь, что они пролетели, столкнулись, вот эта фигня осталась горячей, она распалась как-то. И сколько здесь распалось, сколько здесь распалось. А если нуклоны летят как единое целое, чем мы их считаем… Ядром. Мы их не считаем, мы их считаем ядром отдельно. То есть нуклоны, которые летят как единое целое, называются вообще фрагментами. Ну или ядром. Мы не считаем фрагменты, а не нуклоны. Здесь мы считаем именно нуклоны свободные. У нас… Да, а те, которые не распались на отдельные поклоны, будут их включать? Мы их не видим. Вообще говоря, в экспериментах современных их не могут видеть, они летят вдоль пучка и куда-нибудь в коллайдеры высаживаются. Кстати, большая проблема… Применение, кстати, про народное хозяйство. Большая проблема сейчас, например, на LHC была, потому что образовались ядра, редко, но образовались ядра… Ну там, есть электромагнит, не знаю, есть. Короче, образовались ядра свинца 207, и они летели по… вместе с ядрами пучка, и потом в какой-то момент высаживались на сверхпроводящие магниты. То есть они… так как они летели очень четко по… у них очень хорошо отстроена система магнитной фокусировки, они просто высаживали сверхпроводник в одну точку. Но представьте, вы постоянно радиационно облучаете сверхпроводник в одну точку, и сильно он перегреется, выходит в сверхпроводящее состояние, и дальше все просто разлетает. Вот. Вот. Это, собственно, там, учитывались, там, только в основном в электромагнитах происходит, но неважно. На некие такая же проблема будет. И сейчас, например, хотят сталкивать кислород. Собственно, чем я сейчас занимаюсь, занимаюсь именно сталкиванием кислорода. Вот. Это все было для тяжелых ядер, конечно. Кислорода, физика, фрагментация сильно богаче. Не сильно богаче, а сильно другая. Про нее там сильно сложнее говорить в рамках семинара. Потому что там уже нужно нормально понимать кванты и все такое. Что там уже меньше? Там она сильно другая. Она не меньше, она сильно другая. Прогибное столкнение легких ядер, например, кислорода. Потому что кислород, он сам по себе очень специфическое ядро. Он представляет собой три альфа-частицы, скрепленные в молекулу. И дальше это у тебя за собой влечет всякие особенности состояния конечного, начального и тому подобное. В начале состояния это не то же самое, что начальное состояние просто набора наклонов и все такое. Там такие очень специфические, короче, истории прошли. Нет. Чем легче и тратим, тем сложнее описать их столкновение, потому что мы хорошо имеем присутствие столкновения протонов, мы хорошо имеем присутствие столкновения тяжелых ядер. Здесь у нас работает статистическая механика, здесь квантовая история. Посередине ни то, ни то хорошо не работает. А помещение кислорода три альфа-частицы? Четыре, четыре. Я говорил четыре. Это углерод три альфа-частицы. Кислород выглядит как шишка. Понял. А при столкновении левая и правая ядра, как определяется откуда прилетела свободная? Мы маркируем их, конечно же. Вообще, одни налево, другие направо прилетели. Как маркировать? Как маркировать? В смысле, в коде? Ну, просто у объекта создаешь поле. Это все расчеты, я же теоретик. А в эксперименте одни просто направо прилетели, другие налево. То есть они же геометрически разделены сильно. Куда отскочить? При таких энергиях не могут. То, что ты хочешь сказать, оно может произойти, когда у тебя очень низкие энергии. При больших энергиях они друг на друга проникают. Представь, это то же самое, что ты берешь молот и кидаешь в стену. Он не отскочит, но ее пробьет насквозь. И сравни с шариком. Соответственно, у них разная кинетическая энергия и разные механизмы действия. То есть ты кидаешь молот в молот, они попадают в… И они друг другу разрушают. Молот в молот, они друг другу разрушают. Последний какая-то жесть, потом какие-то осколки молота полетели. Да, вот хорошая аналогия. Сферическая ракета в сферическую ракету. Ну да. Ну молот типа тоже. Сферический молот в вакууме. Вот это же ближе. Не, ну какая-то качественная аналогия. Коллеги, еще вопросы? Если нет вопросов, вы так скажите. Нет. Все. Я думаю, запись нужно останавливать. Я останавливаю показ. Я найду свою мышку на счет. А есть ли вопросы из-за онлайн-зрительного зала? Ой, из-за онлайн-зрительного зала. Так, ну видимо нет. Запись? А запись? Ага. Спасибо.